Не хватало, чтобы еще сейчас Ассав укусила куда-нибудь в лицо и вообще добавила бы мне просто баллов, я не знаю сколько. Ну ладно, она просто на эти колонны прилетела. А, я вот о чем хочу сказать. Два месяца я планировал встречу, которая сегодня произойдет еще до того, как вы могли наблюдать на концерте «До новой волне» картину, которую олицетворяло «Горящие леса». И вот на эту тему у меня сегодня встреча большая. Это никак не подтасовано, никаким образом не связано ни с какими последними событиями, которых вы знаете, судя по тому, сколько вы следите за моим инстаграмом, это почти стопроцентная вовлеченность ваша. Хочу сказать, что встреча, надеюсь, пройдет плодотворно. И та моя, наша идея, которую мы хотели воплотить в жизнь, она все-таки воплотится в жизнь. Понятное дело, что здесь как бы и вообще любой человек, который занимается, наверное, хоть так или иначе прикасается к какой-то благотворительной деятельности, будь то, я не знаю, там обнаженные сердца, которые были с Натальей Водяновой, тоже бесконечное общение с родителями перед каждым концертом, да, и это вот желание действительно быть как-то нужным. Я не знаю, с какой-то, с чего это началось, но, наверное, с самого начала, когда мои родители сказали, что у меня какое-то лишнее чувство. Я постоянно пытаюсь проникнуть в голову человеку, думаю за него, эмпатия какая-то через чужих, развитая, плохо так и себе говорить, наверное, или очень даже хорошо. Вот, но мне неинтересно жить, если что-то не происходит, если не происходит какая-то действительно важная штука, или важные какие-то вещи. Вот, я понимаю, на самом деле встреча, наверное, историческая для меня, потому что я знаю, что вы тоже люди со стержнем, с идеями, с, понятное дело, вы о себе, конечно, сами все скажете, расскажете, вот, но мне бы хотелось быть, может быть, в чем-то полезным. Понятно, мы живем сейчас в эпоху, все равно, технологии, информации. Мы шага ступить не можем без того, чтобы каким-то образом это не освещать, но есть, конечно, вещи. Я всегда был против, до того, как этот Рубикон не перешагнули люди, да. Сначала все делали что-то очень тихое, потом поняли, что делать тихо невозможно, поэтому, как бы, сейчас какая-то новая реальность, повторюсь. Вот, понимаю, у каждого своя, как бы, стезя, у каждого из вас, у каждого из нас своя стезя, но то, что я занимаюсь музыкой и делаю это постоянно наотмашь, приходя в себя потом несколько дней, то это тоже факт. То, что я живу и человек, это тоже факт. То, что мне ничего человеческого не чуждо, это тоже факт. Вот, но то, что меня привело вот к вам, почему именно вот мой ответ был на ваш вопрос о том, вся ли информация доходит, что бы вы хотели лично спросить, да, что вот мне, меня лично интересует как человека. Это вот правда не интересует, понимаете, как бы, который не существует, понятное дело, по всем философским каким-то вещам, вот. Но есть какие-то вещи, которые хотя бы хоть как-то к ней прикасаются, к этой правде. Вот и все, все очень просто. Никаких подсмыслов, подводных течений здесь нету. И есть просто колоссальный интерес, сострадание какое-то и вот желание, возможно, каким-то образом включиться во что-то. Может быть даже не совсем долгозрочное, может быть долгозрочное, может быть еще в каком-то ключе. Вот, но мы еще... Мы делали выставку как раз в 25-летию. Это было в музеоне, у нас было мероприятие. И 25 лет 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 из России, мы в 2016 году, в сентябре у нас сейчас 27 лет. В общем, это... Инсталляции такие. Да, это вот открытые с этой выставки, это всякие наши какие-то акции. Здесь про... Там, про... Когда мы запрещали. Да, не поймешь, потому что лампочка выброшенная, например. Ну, это же вообще... Да, да, да. Один из городов у нас был такой ложный решение проблемы, что мы сейчас построим заводы, сажем. Здесь все отходы, но на самом деле это не про... Ну, как бы вообще не решение проблем. Ребят, я понял, что вы действительно фанаты, на самом деле. И... Надеюсь, мы очень родственны. Да. Вот. Вот. В общем, мы стараемся всячески рассказывать о...